Приветствую друзья! В Украине не прекращаются боевые действия. Если проанализировать сводки украинского и российского генштаба, то можно сделать логический вывод, что на Донбассе идет наступление российской армии по сути по всем направлениям и ряд поселков каждый день переходит под контроль Российской Федерации. Также наступление российской армии проходит и в Харьковской области, где попадают в плен различные националисты с батальонов типа Кракен и прочих. Ну а вот в городе Северодонецк для украинской группировки войск настали действительно тяжелые времена, потому что даже уже ставленник Зеленского Гайдая говорит, что с промзоны завода Азот, которая рядом возле Северодонецка, уже невозможно эвакуировать людей. По сути мы наблюдаем, как история с Азотсталью в Мариуполе повторяется в городе Северодонецк с заводом Азот. И таким образом мы видим, что опять крупная группировка украинских войск находится в полном окружении и уже есть кадры о том, что все-таки там сейчас начинают сдаваться массово в плен украинские военные. Также уже рутинно поступают заявления о пленении очередного американского наемника и даже появились уже фотографии тех наемников, которые попали в плен ранее. Но тем не менее сегодня поступила информация, которая прямо свидетельствует о том, что не только американские наемники присутствуют в Украине, а также присутствуют регулярные войска Соединенных Штатов Америки. Потому что сегодня поступила информация, которая подтверждена уже с двух сторон касательно того, что буксир спасателей Черноморского флота был поражен ракетой «Гарпун» сегодня. Отсюда можно сделать просто элементарное логическое заключение, что системы противокорабельные, конечно же ракетные, они очень сложные. И для того, чтобы просто пройти курс подготовки по их использованию, то это, конечно же, очень тяжелая история, которая требует очень серьезного времени, которого, естественно, не было. Поэтому вооруженные силы Украины и солдаты вооруженных сил Украины, и офицеры просто физически не могли за столь короткое время разобраться, как пользоваться этими системами, даже если их обучали. И поэтому, опять же, приходим к логическому выводу, что, скорее всего, на процентах 99,9 этими системами, ракетами «Гарпун» управляли конкретно американские военные. Учитывая данные факты, конечно же, любые утверждения касательно того, что нету прямого противостояния между Западом и Российской Федерацией на территории Украины, они, конечно же, не выдерживают никакой критики. Потому что мы видим явные факты того, что штатные, фактически действующие американские военные присутствуют на территории Украины и выполняют конкретные боевые задачи. Причем, по многим свидетельствам, данные военные, как американские, так и британские, находились в Украине еще до начала боевых действий. И, конечно же, организовывали те процессы, которые запустились уже тогда, когда уже российские войска начали проводить спецоперацию. Ну, а тем временем, украинская разведка заявляет, что от западных партнеров они получили всю документацию касательно Крымского моста. И с учетом того, что украинский генералитет объявил Крымский мост приоритетной целью, то здесь нужно сделать просто логический вывод, что, скорее всего, руководство западных стран пославило себе цель уничтожить символ могущества и технологической мощи России, которая смогла построить настолько сложный и серьезный мост. Ведь какой-то военной целесообразности в разрушении моста нет, потому что уже действует сухопутный коридор с Российской Федерацией в сторону Крыма. И, конечно, никаких проблем, если даже мост перестанут использовать для российской армии, это не создаст. Но, тем не менее, мы видим, что здесь идет борьба уже чисто с идеологической точки зрения. Цель такой борьбы, конечно, раскачать ситуацию внутри Российской Федерации и спровоцировать массовые протесты и недовольство российской властью. Потому что, конечно же, борьба сейчас идет на всех линиях фронта. И раскачка внутриполитической ситуации в России – это одна из приоритетных задач как и Пентагона, так и других военных ведомств западных стран. Друзья, теперь небольшое, но очень важное объявление. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что там я выкладываю все то, что нельзя выложить на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментариям под видео. Ну, а тем временем, если мы проанализируем те процессы, которые проходят сейчас и в Херсонской, и в Запорожской области, которые находятся под контролем Российской Федерации, то мы видим, например, даже по этим кадрам, как сейчас, по сути, местных фермеров перенаправляют полностью уже на российский рынок. И таким образом, конечно же, фермерам не дают закрываться, не дают становиться банкротами. И мы видим, что сейчас идет системная поддержка именно фермерских хозяевств, которые находятся на той территории. Также мои подписчики с Российской Федерации присылают массу информации касательно того, что продовольствие с Херсонской и Запорожской области, которые производят украинские фермеры, оно существенно понижает цены внутри Российской Федерации, там на черешню и на прочие группы товаров. И это говорит о том, что сейчас идет реально серьезная интеграция в Россию вот этих фермерских хозяевств, которые там находятся. Ну а тем временем в офисе президента и, конечно, в западных странах, которые контролируют там полностью все процессы, уже приходит понимание, что Украины в таких границах, как до 24 февраля, уже не будет. И они начинают уже готовить почву касательно того, что они уже, оказывается, будут воевать за новую Украину. И возврата к старым границам уже не будет. Только вот если Арестович заявляет за борьбу за некую новую Украину, то здесь я хочу, конечно, Арестовича и тех украинцев, которые верят этому персонажу и прочему там в офисе президента, я хочу всех разочаровать. Потому что это будет как раз не новая Украина, а именно старая со всеми долгами, олигархами, коррупцией и, конечно же, заграничным управлением. Поэтому, если уже и говорить за новую Украину без олигархов, без долгов, с реальным народовластием, с реальной социальной защитой населения, с реальной украинской землей, которая принадлежит украинскому народу, а не заграничным корпорациям, то это, как говорится, действительно новая Украина, но она никак не будет формироваться со стороны Зеленского, Арестовича и западных стран. И к формированию вот этой новой здравой Украины, конечно же, мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы на практике построить такую страну, которая, естественно, будет кардинально отличаться от той Украины, которая полностью передала свой суверенитет западным странам, передала свою землю, недра тоже в собственность частную, заграничным корпорациям, что олигархи развели, по сути, ту власть, которая их устраивает на всей территории Украины. К такой Украине, к старой Украине действительно нет возврата. И, конечно, это очень хороший процесс. И можно сказать, что украинский народ получил исторический шанс все-таки очиститься от всей вот этой вот нечисти. Но тем временем из Киева продолжают поступать странные заявления Зеленского и европейских лидеров, которые приехали посмотреть на результаты обстрела Буча, Ерпеня, украинской артиллерии. И вот эти персонажи достаточно делают странные заявления касательно того, что Российская Федерация должна разблокировать украинские порты и, собственно, предоставить возможность кораблям вывозить с Украины продовольственные товары. И согласитесь, странные заявления. Ведь Российская Федерация говорила о том, что, конечно же, предоставить зеленый коридор, если руководство Украины хочет из Украины вывозить продовольствие. Только для этого надо украинскому руководству разминировать порты, которые, конечно же, полностью сейчас заминированы. Также Российская Федерация предоставила альтернативу, если все-таки Зеленский решит не разминировать порты, то у него есть всегда возможность пользоваться портом Мариуполя и через порт Мариуполя вывозить на международный рынок продовольствие из Украины. Но, судя по всему, ни первый вариант, ни второй пока ни Зеленского, ни его западных партнеров не устраивает. Поэтому, когда из Киева доносится заявление касательно необходимости разблокировать украинские порты, они выглядят просто нелепо. В это же время Соединенные Штаты Америки не прекращают критиковать Китайскую Народную Республику в отношении того, что они не вмешиваются в конфликт в Украине. И Соединенные Штаты Америки, и другие западные страны, они просто, знаете, жаждут видеть Китай на своей стороне. Но, тем не менее, мы видим, как Китай максимально дистанцировался от этого противостояния в Украине и, конечно же, поддерживает Россию экономически. И об этом прекрасно знают как в Соединенных Штатах Америки, так и в прочих западных странах. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нэтт Праев заявил, что в КНР в войне в Украине сделала выбор и встала на сторону России. Он также обвинил Пекин в том, что он игнорирует обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН. А слова Пекина о нейтральности – пустое заявление. На такие заявления Соединенных Штатов Китай ответил спуском на воду третьего своего авианосца. И, конечно, в ближайшее время он встанет уже на вооружение ВМС Китая. Это говорит о том, что Китай уже практически достиг тех военных возможностей, которые есть сейчас у ВМФ США в том регионе. Ну а тем временем Зеленский продолжает осваивать высокие технологии. И он уже в виде голограммы начинает вещать прямо, знаете, на хорошем английском языке уже на различных выставках. Давайте послушаем. Такими темпами мы очень скоро увидим, что Зеленский будет в виде голограммы общаться с посетителями различных западных торговых центров и, например, туалетов общественных. Потому что то, что происходит сейчас, когда вроде как это верховный главнокомандующий, а по факту мы видим, что он то общается с какими-то британскими студентами, то делает видеообращение на различных технических выставках. Это говорит о том, что все-таки Зеленский, он больше выступает просто, знаете, говорящей головой, а не тем человеком, который реально является верховным главнокомандующим. Ну а тем временем в Туманном Альбионе происходят странные события. Как известно, там очень малое количество украинских беженцев смогло туда реально доехать, потому что, как известно, визы просто не давали британцы. Но тем не менее, даже вот эти единицы украинцев, которые сейчас там находятся, они лишились жилья и, по сути, остались на улице и относятся к ним теперь уже как к бездомным. И, конечно, Зеленский и украинский МИД даже не пискнет в отношении того, что же делают власти Британии, когда выгоняют на улице сотни украинцев. Точно так же Зеленский даже не пискнет в отношении того, что Ассанжо сейчас начали экстрадировать уже в Соединенные Штаты Америки и британский суд уже принял окончательное решение в этом отношении. И тут нужно понимать, что Зеленский уже давно стал частью вот этой вот команды так называемых западных стран международного олигархата, там Коломойского, Ахметова, Сороса и прочих нерукопожатных персонажей, с которыми обычные украинцы даже за руку бы не здоровались. На таких примерах мы видим, что человеческого ничего в западных странах практически не осталось, и Зеленский часть этой команды. Но для того, чтобы соответствовать вот этим преступникам мирового масштаба, конечно, в Украине нужно Зеленскому показывать результат. И результат этот Зеленский показывает, как и толкая, по сути, в окупы без оружия основную массу украинцев, так и, конечно же, запрещая все русское, даже в школьной программе. И вот уже официально из программы украинских школ берут Пушкина, Толстого, Булгакова, Ревизора Гоголя и так далее. И для того, чтобы у вас сложилось четкое понимание, каким образом украинцы относятся к всем этим процессам, то я вам сейчас ставлю коротенькое видео общения пленных украинцев с непленными украинцами. Давайте посмотрим. 41. Никогда не. Я пригадаю, звідки я? Хотел бы, наверное, приезжать. Да, может, з вас за Країв. Та че може? Якщо я так розумею, украинсько може, взагалі дуже добре, баларко. Звідки? Ну, там на всех Країв тут, да, с вами ждал. З Лисичанська. Да не, не, згадав. З Лисичанська, хлопці. Я З Лисичанська. Я 8 років проти вас воююю. Я украинський десантник. Бачиш? Выводы, как говорится, делайте сами. Ну, і не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можна всегда значительно більше, чем на ютубе. Ссылка в описание і первым коментарем под видео. До скорого.